Передо мной Ярослав Литвинов, тренер Веры Рыбек. Ярослав, как сегодня настроение у Вашей подописной и у Вас перед представителем чемпионата мира? Отчего, по-моему, уже вторая победа подряд на чемпионате России. Или даже, по-моему, третья. Третий раз выиграл чемпионат России. Ну, как настроение сейчас? Ну, как настроение? Ну, то, что чемпионка России, это одно. Второе, то, что пока мы не вышли на те высокие результаты прошлого года, где мы к Олимпиаде, когда готовились, были результаты как минимум 65-67. А в этом году просто сразу сезон не сложился, начиная с февраля, с Адлера, со сборов, травма. Потом неопределенное было, допустят, не допустят, к чему готовиться, не готовиться. Вот. И получилось такое нервное, как бы чуть ли не срыв, почти до самого конца июня месяца не было определенного ничего. Вот. Ну, вот этот психологический, вот этот фактор очень много сейчас сыграл над этим. После, как только допустили, мы начали, как бы, собирать это все, все свои силы, все таланты, там все это, куча, как бы, собирать эту машину. Ну, времени не хватает. Вот. Ну, 63, она готова, 64 в данный момент уже то, что мы смогли сделать, учитывая все. Вот. Ну, рассчитываю, что где-то на чемпионате мира результат будет выше. Ну, это мы берем как минимум, чем сегодня показали, и в этом году 62 был результат. Надеюсь, что будет чуть выше результат. Ну, а там, как сложится, может быть, и по-всякому, это спорт. Вот. Вот. Так что, и особо отчаяться нечего, и... Обощаться пока, да? И, да, и особо такому... Ну, радоваться то, что чемпионка России третий раз, это уже приятно, уже хорошо. Причем, на... Хорошим отрывом практически пока за ней там никого не наблюдается. Вот. Так что, ну, я надеюсь, что там молодые девочки, они поднимутся на следующий год, конечно, будут расти, они же работают. Вот. Ну, у нас, в принципе, это основная цель к Олимпиаде подготовиться... К Токио 2020. К Токио, да. В основном, да, мы сейчас это планируем. Вот. Пройдут вот эти всевозможные, как говорится, тормоза... Поэтические разные тормоза, которые... Да, и Афовские, которые не допускали, там всякие вот те тормоза, я думаю, они скоро уйдут, все допустят Россию, как положено. И, я думаю, мы соберем, как говорится, всю мощь и уже в Токио его покажем. Ну, на следующий год, я думаю, тоже самое уже будем показывать высокие результаты, и на следующий год тоже, потому что там чемпионат Европы, вот, и год перед Олимпиадой, ну, как говорится, обязаны даже себя показать с лучшей стороны, чтобы уже к Олимпиаде готовиться на высоком уровне. Ясно. Спасибо вам большое. Удачи, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Удачи вам и успешных выступлений. Спасибо. Ваши воспитанницы. Спасибо. Спасибо большое.